Приближаясь к столетнему юбилею Тобольской фабрики и косторезных изделий, ее сотрудники ищут новый путь развития. Несколько месяцев 2022 года они принимали участие в проекте Александра Васильева «Артистокрадия». На своих лекциях известный художник обучал тоболяков, как изделия сделать востребованными. Традиционные северные мотивы, анималистику, теперь они смело разбавляют авангардной бижутерией. Общение с экспертом моды Александром Васильевым, тобольским косторезом пошло на пользу. Они чаще стали использовать коровий рог. И на московской ярмарке «Ладья» модницы буквально в лед раскупали их изделия. Несколько тобольских мастеров демонстрировали свои произведения на Всероссийской выставке в Якутии. А их коллега Дмитрий Кугаевский, участвуя там в конкурсе «Лучший косторез России», занял первое место, выполнив работу «Сказ на бивне мамонта». Продолжая традиции тобольского промысла, он поддерживает и современную стилистику. Разработали несколько вариантов образцов. Цвета добавлять разные в кости. Надо следить за модой в резьбе. В первом фестивале «Тобольск. Город мастеров» принимали участие косторезы из 17 регионов. Более 100 тысяч человек посетили и другой «Смотр талантов мастера Сибири». Составлен реестр ремесленников, его разместили в соцсетях. И теперь любой может познакомиться с местными искусниками и их изделиями. В 2022 году проходили форсат-сессии с участием ремесленников по созданию концепции функционального наполнения объекта культурного наследия, который находится на базарной площади. Придумывали, как можно разместить там наших ремесленников, чтобы это был креативный кластер. Многочисленные ярмарки, выставки помогают соединить производителей и потенциальных покупателей. Эта выставка имеет уникальный формат. Он заключается в том, что помимо классической выставочной экспозиции, описание работы каждого мастера, рядом с описанием имеется QR-код, который также ведет на страницу мастера. По итогам года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в древней столице Сибири выявили 80 мастеров и 200 ремесленников. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время.